Вы на канале Заметки жизни и я Игорь Дейкун. Здравствуйте! Рассказывая о Вроцлавском зоопарке, я говорил, что посвящу отдельную передачу о самой большой его достопримечательности в прямом и переносном смысле Африкариуме. Напомню, зоо Вроцлав открыт в тогдашнем Брюславу 10 июля 1865 года. Это старейший зоологический сад на территории нынешней Польши. Африкариум Вроцлавского зоопарка — это единственный в мире океанариум, посвященный исключительно африканской фауне. Рыбы, рибки или млекопитающие, обитающие здесь, содержатся в условиях, приближенных к природным. Африкариум — это и океанариум, представляющий водные экосистемы, морские и пресноводные, и экопарк, представляющий прибрежную наземную африканскую фауну. За два часа можно совершить путешествие по прибрежной Африке и ее подводному миру, кроме зоны Сахары. Африкариум занимает центральное место зоопарка. Построен в 2012-2014 годах с фасадом из черного кориана. Это акриловый искусственный камень фирмы Дюпон, представляющий собой уникальный материал, пластичный и прочный. Все здание укрыто панелями из черного кориана. Посмотрите, как он смотрится на здании, вообще какой вид имеет благодаря этому материалу все здание. Архитекторы Африкариума Марьюш и Дорота Шлахтич, выпускники архитектурного факультета в Росславской политехнике. Африкариум занимает центральное место зоопарка, как раз напротив центрального входа. Это прямоугольное здание черного цвета с выступающим в виде корабля с сооружением кирпичного цвета, изображающий корабль, плывущий между двумя бассейнами. В одном из них находятся пингвины, в другом морские котики. Внутренние помещения очень просторные, большие, наполненные светом и воздухом, за счет того, что прозрачные крыши. Интересные архитектурные решения, как самих павильонов, так и аквариумам и бассейнов, которые находятся в Африкариуме. Причем на некоторые бассейны можно смотреть как сверху, так и через прозрачные стены в нижней части бассейна. В двадцатином бассейне и аквариуме Африкариума можно увидеть более 350 видов рыб и млекопитающих черного континента. Надо сказать, что фильтрация воды в каждом резервуаре занимает около часа, независимо от того, какой это величины резервуар. Ну и интересная особенность, чтобы засолить, например, бассейн Красного моря и получить морскую воду, необходимо примерно 140 тонн соли. Интересно, что создание стабильной и нетоксичной смеси различных солей и микроэлементов, растворения которой в пресной воде необходимы для получения искусственной морской воды, было достигнуто только в 1964 году. Африкариум разделен на экосистемы. Это Красное море, Восточная Африка, Мозамбикский пролив, берег скелетов, Южная Африка и Намибия и джунгли реки Конго. Вот на плане вы видите, обычные экскурсии движутся против часовой стрелки. Зона Красного моря. Среди искусственного кораллового рифа можно полюбоваться 60 видами разноцветных рыб с температурой морской среды в 24-29 градусов, а на Приморском пляже пустынными черепахами. Коралловый риф Красного моря находится в бассейне объемом 900 метров кубических. Красивый риф, красивые рыбы. Группер или гигантский морской окунь. Я когда стал осматривать нижнюю часть бассейна Красного моря, первым что увидел огромного морского окуня. Группера. Я сначала думал, что это скульптурное изображение. Она висела неподвижно в толще воды и не шевелилась вообще. И после нескольких минут ее осматривания только потом заметил, как она лениво пошевелилась своим плавником. Группер или гигантский морской окунь. Это вид морских лучеперых рыб. Необходимо отметить, что Группера рождается гермафродитами, меняет свой пол по мере необходимости. Гигантский морской окунь может вырасти в длину до 2,7 метров, хотя чаще всего они встречаются около 1,8 метра. И максимальный вес их может достигать 400 килограмм. Зебровая акула. Длина может достигать 2,3 метра, очень редко 3 метра. Тело цилиндрическое с пятью выступающими продольными гребнями на коже у взрослых рыб. Это единственная акула, у которой есть такие продольные гребни на коже. Почти половину тела занимает длинный хвостовой плавник, у которого отсутствует нижняя лопасть. Название происходит от окраса молодых особей, имеющих черно-белые вертикальные полосы, как у зебры. И раньше считали, что это разные виды акул, пока не выяснили, что это одна и та же акула, только детские и взрослые ее особи. И ее часто путают с леопардовой усатой кошачьей акулой, имеющей похожий окрас, и которая обитает в водах Южной Африки, но относится к другому семейству. Голубой губанчик. Индийская рыба хирург, парусники семейства хирурговых, рыбы носачи, одинокая рыба носорог, губаны. Скаты-орляки. Вот они, какие красавцы. Как будто порхают в толще воды. Восточная Африка. Экспозиция животных мира Восточной Африки – это зал с вольером свободного полета птиц, водопадом с бассейном нильских бегемотов на 900 метров кубических, аквариум экосистем великих африканских озер Малави и Таньганика, в которых обитает около 50 видов рыб. В этой части африкариума мы также увидим животных саваны трубкозуба и антилоп дик-дик. А также птицы из семейства ткачевых. Это белоголовый скворцовый ткач, большой масковый ткач, красноклювый ткач, очень красивый наполеонов бархатный ткач, желтенький с черным. Рогатый скворец, сизоворонка, горлица сенегальская, желтошея и куропатка. Много других птиц и большое количество представителей утиных. Вот посмотрите на одиноко бродящую египетскую или, как ее называют поляки, золотистую цаплю. И отдыхающая стайка уток. Это красноклювая шихволость, белолицая, свистящая и африканская черная коряква. Все это перелетные утки. Украшением этой экспозиции является водопад с тоннелем под водопадом, который, конечно, является местом, где делают селфи. Вот, посмотрите, как он выглядит. Вот, как он выглядит вживую. И проход под этим водопадом. Сквозь падающую воду видно птиц на той стороне бассейна. В водопаде очень любят плавать нильские бегемоты. Но больше всего они любят спать на берегу. Ложатся группами, друг к дружке поблизу, на солнышке. В бассейне с бегемотами обитают рыбы семей соцехлидовых. Их хорошо можно рассмотреть, пока бегемоты спят. Когда бегемоты плавают или ходят по дну, они взбаламучивают воду. Вот как, видите. Аквариумы великих африканских озер Танганика и Малави. В них обитает около 50 видов рыб, в основном цехлидовые. И все эти рыбы являются эндемиками этих озер. Танганика, второе по глубине озера в мире, достигающее глубине 1400 метров. Разнообразные видов и расцветок цехлиды этого озера. Очень живописные. А вот интересная рыбка Гаплотаксодон микролепис. Вид рыбок из семейства цехлидовых, эндемик озера Танганика. Ее особенность в том, что она вынашивает своих детенышей во рту, пока они не достигнут длины в 2 см. А рядом с их стайкой другой эндемик озера Танганика, сардина озера Танганика или лимнотриса миодон. Это очень важная рыба для населения прибрежных стран, которую потребляют сушеной, соленой, маринованной, жареной. И которая для многих людей региона является основным источником белка. Ее массово вялят на солнце, благо солнце очень жаркое. И продают. Озеро Малави и Линьяса имеет глубину 700 метров. Одна из знаменитых эндемических цехлид Малави, пользующаяся популярностью у владельцев аквариумов, Протомелос тайениолатус или Красная императрица. Вот она в середине. Видите ее? Эту Красную императрицу. И не менее популярный желто-коричневый павлин или павлин Гранта. Это вот эта рыбка. Видите, вот она так бежевая или желтого цвета. Посмотрите. Вот это Красная императрица. Вот эти желтые рыбки. Вот они. Это павлин Гранта. Желтые и оранжевые. Такие желто-коричневые. Красавица. Трубка-зуб или земляной поросенок. Ночной зверек с длинным рыльцем живет под землей и питается в основном муравьями и термитами. Чтобы увидеть его днем, существуют такие окошки. Можно заглянуть в норки трубка-зуба. Днем они в основном спят. Я постарался сфотографировать. И они, обнявшись, спят себе. К вечеру уже выходят в вольеры. В 2017 году в зоопарке родился детеныш этого трубка-зуба. Это была мировая сенсация. Дик-дик обыкновенный или дик-дик кирка. Небольшая антилопа, обедающая в Восточной Африке. Одна из самых маленьких антилоп в мире. Достигает высоты в холке до 40 сантиметров. И веса до 6 килограмм. Рога длиной 9,5 сантиметров. В одном вольере вместе с ней обитают карликовый мангуст и капско-земляная белка. Белка, я на ими наблюдал, белка в основном сидит. Немножко там прыгает по земле. А мангуст носится и задирается то к ней, то бегает по деревьям лежащим там. Вот они вдвоем. Мозамбикский пролив. Самая большая достопримечательность этой части комплекса. 18-метровый прозрачный акриловый тоннель через бассейн Мозамбикского пролива. Объемом 3100 метров кубических. Очень впечатляет поплывающая над головой и под ногами рыба. Потому что тоннель проходит через толщу бассейна. Стайка рыб-бабочек. Вот очень красивые такие рыбки. Сиреку. Скат бычерыл. Скат орляк. Гитарниковый или акулохвостый скат достигает 3 метров длины и веса 225 килограмм. Является одним из наиболее древних представителей скатов, появившихся еще в меловом периоде. Черноперая акула. Средний размер с ней превышает полуцута метров. Хотя и встречаются особи до 2,5 метров. А масса колеблется в пределах от 20 до 45 килограмм. Зеленая черепаха. Величественно плывет. Длина панциря может достигать до 1,5 метров. А масса до 200 килограмм. Представители семейства серых акул. Аратрон звездчатый. Очень редкая рыба из семейства иглобрюких. Название происходит из-за их способности раздуваться как шар в момент опасности. Кожа рыбы без чешуи, покрыта мелкими иглами. И рыба содержит высокотоксичный яд тетродотоксин. Из семейства этих рыб изготавливают японское блюдо фугу. Аэротрон звездчатый. Очень большая рыба фуга. Вырастающая до 1,2 метров. Величественный группер. Вот он. И в бассейне Мозамбикского пролива. Медленно плавает в толще воды. Серая рифовая акула. Вот они какие. Опять стайки рэп-бабочек. Пронзаем их акулами. Берег скелетов. Два огромных бассейна, примыкающих снаружи к Африкариуму. Отображают побережье Намибии, в которых обитают капские пингвины и африканские морские котики. Эти два бассейна разделяются строением в виде корабля, в котором расположен ресторан. И за пингвинами и котиками можно наблюдать через огромные окна, прямо из африкариума, или с балкона, идущего вокруг ресторана. Также и из-под воды через окна бассейна. Бассейны глубиной 4,5 метра. Капский пингвин. Или он имеет еще несколько наименований, как африканский пингвин, или южноафриканский пингвин, или очковый пингвин. Обитает в природе на побережье Юары, Намибии и близлежащих островах. Вырастают пингвины до 70 сантиметров и весят в среднем от 2 до 3,5 килограмм. Плавают под водой со скоростью 20 километров в час. Питаются пингвины рыбой, кальмарами, креветкой. Очень любят сардины. Очень грациозные в воде они. Такие красавцы. Необычная коллекция, посвященная пингвинам, выставлена в Африкариуме. В ней более 500 предметов с изображением пингвинов от оберток мороженого до изображением на термосах. И конечно же статуэтки пингвинов из различных материалов. Это коллекция собиралась почти 50 лет сотрудникам познанского зоопарка Стефаном Аниулой. Капский морской котик или южноафриканский морской котик. Вид морских котиков из семейства ушастых тюленей. Самцы достигают длины 2,5 метра и веса около 300 килограмм. А самки значительно меньше в длину 1,8 метра и весом до 80 килограмм. Капские морские котики являются самыми крупными среди морских котиков. Питаются рыбами, кальмарами и пингвинами. В то же время сами они становятся объектом охоты для белых акул и косаток. В отдельных аквариумах содержатся мурены и крылатки зебры или полосатые крылатки из семейства скорпеновых. Имеют большие ядовитые шипы на спинном полоннике, а также ядовитые шипы на брюшных плавниках. Взрослые особи этого вида могут вырастать до 47 сантиметров. Распространены в морях Индийского и Тихого океана, а сейчас уже даже и попали в моря Атлантического океана. В джунгли реки Конго здесь обитают нильские крокодилы и ламантины, водные млекопитающие, иногда называемые русалками. А также множество ярких видов рыб и птиц, таких, например, как тилапия или птицы-носороги тока. Фауна джунглей Конго представлена двумя бассейнами для ламантинов и лимонатов объемом 1250 метров кубических, что приблизительно составляет половину объема Олимпийского бассейна. Между двумя бассейнами существует проход. Вот, вот это, тилапии, реки Конго, полосатые тилапии, ламантин, окуневые, надо сказать, что ламантины африкариума родом из Сенегала. Они входят в один отряд сиреной вместе с вымершей стеллеровой коровой и дюгонями, близкие родственники амазонским и американским ламантинам, с которыми образуют одно семейство. Когда материки разъехались, они оказались по обе стороны Атлантического океана. Взрослые особи весят не менее 500 килограмм при длине тела 3-4 метра. Играют в воде. При такой массе тела очень легко плавают в воде. Разделенный упавшим деревом и сеткой бассейн для тилапий и нильских крокодилов объемом 260 метров кубических. С одной стороны бассейна тилапии реки Конго в этом бассейне, а в соседнем бассейне с другой стороны дерева и с другой стороны сетки находятся нильские крокодилы. Полосатые тилапии, нильские тилапии. Тигровая рыба с красным хвостом, пурпурный или фиолетовый лабеллу. Зал джунглей Конго приспособен для свободного полета птиц, в том числе ибисов, птиц носорогов тока, ворюх молотоголовов, больших синеухих глянцевых скворцов. А вот один из представителей этих птиц молотоголов. Видите, какой красавец. В небольшом зале воспроизведены условия бесточной дельты реки Акованга в Ботсване. Сезонно разливающаяся река с марта по август образует широкие обширные озера и затопляемые поймы. В них там обитают как различные оземные животные, бегемоты, антилопы, так и множественные рыбы. Рассказ о животных Африки был бы не полным без обитателей прибрежных пустынь черепахах. Они представлены тремя видами – египетской, крапчатой и пустынной. Египетская – одна из самых маленьких сухопутных черепах, занесенная в Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновений. Встречается у побережья Средиземного моря от Западной Ливии через Египет до Израиля. Они достигают длину до 14 см и весят до 400 грамм. Крапчатая или крапчатая капская черепаха – это самый маленький в мире вид черепах, эндемик Южной Африки. Длина панциря от 6 до 10 см и весят они 95-165 граммов. Пустынная или шпароносная черепаха – это самая крупная материковая черепаха в мире и третья по величине после Галапаготской слоновой и Сейшельской гигантской черепах. Длина ее панциря доходит до 83 см, масса тела до 105 кг, продолжительность жизни может превышать 70 лет. В зоопарках содержится редко, но во Врославском зоопарке питомник этих черепах. Я постарался кратко рассказать вам об этом удивительном островке Африки, но по возможности лучше всего самому посетить Африкариум Врославского зоопарка и самому погрузиться в этот волшебный мир. Впечатления у вас останутся на всю жизнь. Если вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы. С удовольствием буду на них отвечать. Всего хорошего, до свидания.